В последние годы белорусская футбольная сборная заметно обновилась. Прежние кумиры публики давно закончили свои карьеры, но очереди для фото и автографов все равно собираются быстро. С одной стороны Александр Глеб, поигравший в лондонском арсенале Испанской Барселоне, с другой бывший вратарь сборной Зенита и Торпеда Юрий Живнов. В толпе российских болельщиков разнообразие географии от Ноябрьска до Батайска. В нынешнее время выезд на матч сборной большая редкость, но добраться в соседний Минск – задача для некоторых вполне по силам. Минский Олимпийский стадион «Динамо» – место с богатой историей. В следующем десятилетии арена и вовсе отметит столетний юбилей. Реконструирована четыре раза. Последний раз она обновлялась шесть лет назад, сохранив исторический облик в виде фасада здания, и к которому добавилась такая современная окантовка сверху. Выход двух сборных на фоне большого баннера на центральной трибуне «Сильные вместе» напоминает о важности матча в период российского бана от FIFA и UEFA. Карбин не отказывается от идеи менять капитана каждый матч, однако выбранный на эту игру Алексей Миранчук надел повязку не той стороной, как бы ни помогал ему до начала матча его брат Антон. Гимн России исполнял Дима Билан, которого потом еще долго не отпускали фанаты. Все-таки его выступление на футболе – редкость, которую он сравнил с чем-то космическим. Космос, 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 конечно же. На самом деле невероятная энергетическая концентрация просто спорта, музыки. Ну это просто супер, это классно. Перед футболом насколько приятно выступать и перерыви, и до? Ну это сродни с тем, чтобы вылететь за орбиту Земли и вернуться обратно. То есть прям за точку Лагранжа и обратно на скорости света. Это потрясающе, обожаю. Настолько же заряжены вышли футболисты сборной России, которые забили дважды уже в первой половине тайма. Сначала Обликовцы на удар в голову перепрыгнул вратаря белорусской сборной, а затем он же вместе с Миранчуком и Тюкаевиным разыграли идеальную по красоте комбинацию и 2-0 к перерыву. Ну хорошие исполнители, хорошее понимание футбольное у всех, поэтому так получилось. В перерыве как раз этот гол не обсуждали с Валерием Георгиевичем, что все в касании, так идеально вышло? Нет, 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 не обсуждали. Наоборот, хотели добавить, что и получилось. Поэтому рад, что провели хорошую качественную игру и, так сказать, на мажорной ноте закрыли сезон. Как известно, история циклична. И ровно 9 лет назад в товарищеской игре против команды Белоруссии в Химках за национальную команду России дебютировали братья Миранчуки Александр Головин и Никита Чернов. Сегодня все они в составе, кроме Александра Головина, который получил травму. Алексей Миранчук и вовсе уже к этому моменту отдал голевую передачу. Помимо этих матчей было сыграно еще три. Две победы в 99-м и одно поражение по пенальти незадолго до чемпионата мира в Японии и Корее. Раньше этот олимпийский стадион вмещал 35 тысяч зрителей, но после ремонта стало 22. Зато компактно и по официальным данным здесь сегодня аншлаг. Все 22 тысячи в сборе. Ощущение, что друг по другу соскучились не только футболисты и команды, но и болельщики. Вы сказал болеть? Все-таки, конечно, за обе команды. Ну, Белоруссия ведь Белоруссия. Ну, а вообще футбол любишь? Да, люблю. Часто ходишь? Ну, играю. А, даже сам играю? Да, сам играю в Витебске. Сейчас бы вышел на поле, не потерялся бы? Нет, не потерялся. Минск все-таки точка не самая дальняя, поэтому у наших собрался целый сектор. Развесили разные флаги городов, фанатских объединений и заполнили и верхние, и нижние ярусы. В начале второго тайма Тюкавина заменил Федор Чалов, который сделал дубль за 6 минут. А в случае со вторым голом он убежал от защитника так же резко и стремительно, как и от камеры нашей съемочной группы. Счет же на табло так и не изменился. 4-0 крупная победа сборной России. С хорошим настроением в отпуск? Ну, наверное, прежде всего, наверное, довольно не результатом, а игрой сегодня. Потому что сегодня все были настроены на максимум, все работали, все выкладывались. И я считаю, что достаточно хороший матч провели. Для вышедшего после перерыва Александра Максименко, как и для защитника Ильи Вахани, матч в составе национальной сборной стал первым в карьере. Повезло, что забили быстрый гол, и, наверное, за счет этого игра так удачно сложилась. Я думаю, не было бы так просто, если бы не этот ранний гол. Какое общее впечатление после вкуса, после такой игры, полный стадион, Минска, атмосфера? Я думаю, я пока еще в полной мере не осознал этого. Но все супер. Вон песни поют рядом. Но это очень круто. Как оказалось, атмосфера праздника сопровождала ее еще минимум сутки. Ведь на следующий день после прилета из Белоруссии 23-летний игрок Ростова праздновал свадьбу. Есть что-то, чем можно быть недовольным после такого матча? Или все идеально было? Ну, идеально нет, но все было очень хорошо. А второй гол можете прокомментировать, где все в касании было? Вот этот Миранчук, Обликов, Чукавин. Насколько вам это понравилось? Понравилось. По традиции, немногословный Валерий Карпин в этот момент уже спешил в раздевалку, чтобы поблагодарить всю команду и подвести итог этого сезона. Всех поздравляю. Хорошо всем отдохнуть, восстановиться и начать новый сезон. С новыми силами еще лучше, чем провели предыдущий. Если у некоторых наших футболистов после окончания турниров внутри России Кубка Чемпионата оставался еще матч за национальную сборную, то теперь после него уже точно смело можно уходить в отпуск в предвкушении и ожидании следующего сезона. Ну, а мы на этом заканчиваем наш материал специально для футбола России из Минска. Данил Махалин, Андрей Каныкин и Александр Сальмашевский.